Приветствую, друзья, приветствую сердечно, обнимаю всех по-человечески. И вот картину скрипачка, которую мы там рисовали все вместе с участниками нашей школы Чеек Болища Хомофутурус, представляю. Ну, посмотрите, может кое-что добавить, кое-что убавить, где-то что исправить. Напишите мне, пожалуйста, в комментах. Это первое. Второе. Как хорошо, что у нас есть эта школа. Вот сейчас мне Михаил Щетинин, например, из нашей школы, он написал, будьте осторожнее, потому что идёт климатическая какая-то ситуация, геомагнитное поле очень высокое, поэтому очень важно, чтобы вы были осторожнее, аккуратнее. Я думаю, что хорошо бы вас всех попросить, друзья, чтобы каждый из вас написал, из какого города и какой у вас сейчас ситуация какая вот с этой климатической обстановкой, с геомагнитным полем, с атмосферным давлением, снег, может, дождь может быть где-то. Мне там написали даже, знаете что, что в Чили пошёл снег. Я не знаю, я в Чили, честно говоря, не был ещё никогда, и поэтому не знаю, характерно это для Чили, не характерно. То есть вы пишите, например, мне написали там рядом с Пермской областью, северное сияние было ночью, я не знаю, я там не был сейчас. А вы напишите, и я вам всем благодарен, и мы все будем знать, какая погода вокруг, и будем знать, что вместе мы сила, потому что мы создаём вместе шедевры. Не знаю, это шедевр ещё или нет, а вот там вот на стене, а мне мой товарищ Александр, психиатр, помог стенку делать. Вот видите, когда мы все вместе, мы можем сотрудничать и решить задачи, которые одному человеку не под силу. Я вам пример проведу. Когда я был совсем юный, я даже ещё не учился тогда в институте медицинском, это было много лет назад, я начитался, тогда впервые появились у нас в Советском Союзе различные книжки про БАДы, про разные всякие медитации. Я там начитался, что оказывается гомеопатии лечат подобное подобным. Ну, например, рак лечат раком. Ну, берут спиртом, растворяют настоящий рак вот с этими клещнями. Делают из неё настойку и дают раком больному. Ну, я же не врач был тогда, я ничего в этом не разбирался, но у меня было такое любознательное чувство, я так этим увлекался, всё читал, 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 и у нас была знакомая врач скорой помощи, профессиональный врач. А у меня был такой запал увлечённости, я был такой, ну, настолько, когда ты любишь какое-то дело, когда ты интересуешься, когда ты погружаешься, ты настолько имеешь дар убеждения. У него муж страдал раком. Я её убедил сделать вот эту вот настойку, и чтобы он пил этот рак, вот этот вот, в настойке. И потом у него кровь пошла. Ну, вы представляете, никогда не давайте советов тому, чего вы не знаете, потому что то, что не прошло через вас. Я тот человек, который не стесняюсь показаться нелепым, говорю всё как есть. И поэтому вы тоже вот так делаете. Если вы не в курсе дела, не надо кому-то советовать со своим даром убеждения, советовать кому-то что-то делать, в чём вы сами не гораздо, не проверили, не обучились в мединституте, например, не прочитали конкурирующие источники, не проанализировали, потому что мне сейчас все пишут там, друзья, ну, интересные ваши вещи. Я перенёс операцию на шее, да, после падения на гололюдя, а мне все, друзья, пишут из самых хороших соображений. А я знаю одного экстрасенса, мой сосед, который всех лечит, он к вам сейчас приедет, он вам вылечит, и вы будете бегать, вы даже представиться не можете, какой он искусный целитель. А мне надо писать, ну, спасибо, извини, там, и так далее, время тратить на эту чепуху, когда я за это время могу, имея свой опыт врача, и 50 лет практики, и как психотерапевт, и как психолог практически, я могу за это время помочь сотням людей, которые мне постоянно пишут за помощью. И у нас такие проходят, вот смотрите, бесплатный ликбез, по 2-3 часа с зумом. Кто не подписан на мой канал в Ютубе, подпишитесь, откройте главную страницу метод Ключка Саялиева, и там есть эти плейлисты, бесплатный ликбез, бесплатный ликбез, бесплатный ликбез, записи. Возьмите и посмотрите, и вы для себя подберете приемы, которые синхронны, резонансны вашему текущему состоянию в моменте, и сразу снимают стресс, чем бы вы ни занимались. Там и ключевое дыхание, там много чего есть. Вы там, чтобы я сейчас время не тратил, не делал вот эту чрезмерную длинную запись, я коротко вам сказал, бесплатный ликбез посмотрите, и у нас будет скоро вебинар, доступный для всех и каждого. И там будет именно, как и с климатом справляться, потому что сейчас этим тоже многие манипулируют, что сейчас происходит какой-то переход глобальный, и останутся только нормальные, а все ненормальные исчезнут. Ну, нормальные – это кто? Я вам скажу. Сопереживание, сострадание, чувство бесценности живого, сотрудничество, совместное созидание. Да, вот это вот главное – вечные человеческие ценности. И чем больше любимых дел, вот, например, я рисую картины, готовлю чемпионов мира, бизнес-трейминеров, изобретателей. Ну, кто занимается любимым делом, он на месте. А кто не на месте, он просто транслирует чужие какие-то рецепты, советы, да, и, может быть, кому-то тоже посоветуют. С даром своего убеждения, что можно сделать настойку из рака, вот такими вот крышнями, и поить онкологических больных. Ну, это же ужас какой-то. Поэтому нужно иметь свою голову, друзья. А для этого нужно смотреть разные источники, надо соображать, надо заниматься любимыми делами. Чем их больше, тем больше точек опоры. Да, занимайтесь любимыми делами. Это очень важно для здоровья и стресс-устойчивости, и для того, чтобы голова лучше соображала. До встречи, друзья. Пишите комменты, и подпишитесь также на Телеграм, кто не подписан. А там на Телеграме у нас есть и платформа в Телеграме ещё есть, который называется «Как помочь себе». Да, пожалуйста, её ведёт Наталья Кавитама. Большая благодарность ей, что она всё систематизировала, и там можете посмотреть и беседы, и выступления, и всё прочее. Очень интересно, друзья. И полезно. Вот о чём я хотел сказать. А я занимаюсь подготовкой изобретателей, разработкой изобретательского мышления. И у меня есть друзья, которые мастера ТРИС. Это очень мощные люди, которые такие вещи по нас создавали, миллиардные экономии, для сталилитейной промышленности, много чего сделали, и мы всё вместе работаем. Так что, друзья, танцуйте свои танцы, пойте свои песни, рисуйте свои картины. Никого такого, который не прошёл через это в жизни, не слушайте. Поэтому, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok